Всем привет, с вами Саша Браун и сегодня короткая дистанция, еду сейчас на тренировочку, зал, который находится недалеко от меня, сегодня попа кач. Тяжело было сегодня утром, поднялось опять, давление поднялось и думала вообще не вылезу сегодня из дома, но вопреки всему еду на тренировку, легче немножко стало, выпила таблеточку, так что вперед. Итак, вопрос просто вот свеженький, хотя он давно уже, меня уже много раз спрашивали именно моего мнения и сегодня просто его как бы опять одна из моих последовательницей повторила. Дело в том, что многие спрашивают, правда ли там пауэрлифтинг и кроссфит увеличивают талию, а многие спорят об этом, я знаю персонально моих знакомых, которые, девушки, занимаются кроссфитом. Некоторые из них клянутся, что ничего не меняется, но извините меня, это видно по их фигуре, во-первых. Во-вторых, большинство из них признаются, что да, они заметили, что фигура меняется, талия меняется. Вот, и это всем известный факт, что от тяжелого приседания, от всего этого веса на плечах, все-таки идет давление, так сказать, на корпус и талия может быть все-таки увеличиваться. То есть за счет мышц, это не то, что плохо, я не против кроссфита, я не против пауэрлифтинга, любой человек имеет право заниматься тем видом спорта, который он хочет и строить свое тело так, как он хочет. Я не против этого, но вы должны понимать, что все действия имеют свои последствия, правильно? То есть, допустим, если балерина начнет заниматься кроссфитом, естественно, начнет, или там бодибилдингом, она начнет наращивать мышечную массу, извините меня, она так на сцене, как козочка, прыгать не будет, правильно? То есть она поэтому это не делает. А если бодибилдер, его цель нарастить мышечную массу, он спринт и, допустим, бег на длинные дистанции бегать не будет, правильно? То есть каждый спортсмен, каждый атлет выбирает, если он серьезно этим занимается, выбирает тот вид спорта, тот вид деятельности или какой-то физической активности, который именно поможет развить способности именно в его виде спорта, правильно? То есть это если, также можно сказать о тех людях, которые, ну, допустим, непрофессионально вы там занимаетесь балетом или бодибилдингом, но вы делаете это для себя. Вы также должны понимать, если вы говорите, что я хочу красивую попу и узкую талию, и делаете некоторые упражнения, некоторые тренировки, которые идут вопреки вашей цели, вы должны понимать, что последствия будут. Вот, то есть мне спрашивают, а что же тогда делать? Ну, тут нужно выбирать, или вы понимаете, что вы делаете эту физическую активность именно для себя, чтобы почувствовать сильнее, чтобы, не знаю, похудеть. Вам нравится этот драйв, мне тоже очень нравятся все эти полиметрические упражнения, там, вот этот классный такой тренировочный процесс. Но я также понимаю, что я, насколько бы я не хотела заниматься, там, кроссфитом или джиу-джитсу, между прочим, это то, что мне пришлось сдать или отказаться от того, чем я занимаюсь 8 лет. Джиу-джитсу для меня это было все, джиу-джитсу, кикбоксинг, с рукопашки начала заниматься. Но я знала, что все вот эти кики, все вот эти удары, работа корпусом, естественно, я чувствовала, я это видела, имеет отражение, так сказать, на моей талии. Поэтому, когда мне пришлось выбирать или мою джиу-джитсу, или выступление на сцене, и все-таки стараться добиться лучших результатов, мне пришлось сделать выбор. Поэтому я, как еще раз хочу сказать, да, кроссфит, пауэрлифтинг имеет влияние на вашу фигуру, на вашу талию. Любая физическая активность будет иметь влияние, хорошую или плохую пользу. Но, опять же, вы должны понимать, для чего вы этим занимаетесь. Вы занимаетесь чисто для себя, сделаете себя сильнее, похудеть, пожалуйста, занимайтесь. Но, если ваша цель выступить по соревнованию на бикини, или даже бодифитнес, или, я не знаю, в вашей категории, и вы делаете те упражнения, или те техники, которые все-таки могут навредить, тут уже вам нужно выбирать. То же самое, пример могу сказать, когда мне говорят девочки, вот, я люблю бегать, люблю эти утренние пробежки по утрам на голодный желудок, и одновременно она мне говорит, я хочу набрать мышечный вес. Я говорю, ты понимаешь, что ты делаешь вопреки своей цели, да, ты любишь тренироваться по утрам на голодный желудок, но ты не делаешь ничего хорошего для достижения своей цели. То есть, ты должна выбрать. Вот, и все. То есть, хотя бы, я понимаю, ты любишь бегать, но не бегай на пустой желудок. То есть, вы должны это понимать и выбирать, смотреть, что для вас важнее. Я сделала свой выбор, да, мне очень хочется иногда вернуться в джиу-джитсу, иногда возвращаюсь на пару тренировочек, но так как я выбрала свой путь на сцену по бодифитнесу, я все-таки пришлось мне от джиу-джитсу отказаться. Поэтому, еще раз повторюсь, я не против кроссфита, я не против пауэрлифтинга. Занимайтесь, пожалуйста, делайте это, но просто принимайте во внимание, что будут и есть последствия после этого тренинга. То есть, или хотя бы аккуратнее занимайтесь, не знаю, используйте корсеты, используйте пояса и так далее. Так что, все, я приехала сейчас на тренировочку. Сегодня покачу. Смотрите мои новые тренировки, новые упражнения и присоединяйтесь к моему Burpees Challenge. Это я каждый день делаю три разных вида Burpees. Я знаю, многие их ненавидят, и я их ненавидела, но, честно говоря, с некоторых порах я даже очень полюбила. Потому что, опять же, это интенсивная тренировочка. В принципе, никакого большого напряжения, сильного, так сказать, идет на тело, но зато поднимается уровень сердцебиения и жиросжигания идет на ура. Так что, до следующих встреч. Пока.